Ахтунг, Ахтунг! В эфире Степан Демура. Добрый день. Программа «Парадокс». Сегодня ее веду я. Поговорить сегодня хотелось бы об очередном парадоксе, который всплыл не так давно, скажем так. Это парадокс, состоящий в том, что почему-то Китай и Россия в конце 90-х годов были далеки. Сейчас они снова далеки, только уже в обратную сторону. Но если вспомнить, какой индустриальной мощью обладала Россия, скажем, в 87-м году, в 86-м году, и что из себя представляла экономика Китая в тот же период, и посмотреть на экономику Китая сейчас, и на то жалкое состояние, в котором находится российская экономика, а именно в состоянии сырьевой колонии, управляемой извне, то сразу задается вопрос, как же так произошло. Ну, первый вопрос, первый ответ, который приходит сразу на ум, это то, что русских растут руки из одного места. Мы не запускали первыми спутник, мы не делали ядерные бомбы, не делали лучшие в мире планеры для самолетов и то подобное. А то, чем сейчас мы занимаемся, это мы обсуждаем в Твиттере и в социальных сетях страшную драму, когда русский мальчик бросил снежком таджикского гастарбайтера-дворника, а тот бросил у него лопату и, по-моему, повредил ему голову. Представляете, что бы было, если бы на месте таджикского дворника был еврейский дворник, а вместо русского мальчика был бы немецкий мальчик. Интернет, наверное, бы взорвался. Ну, так, шутки, шутками. Так вот, хотелось бы поговорить о том, о той теме, которая лично мне очень интересна. А именно, а что же произошло и почему произошло с Россией в конце 80-х, в начале 90-х годов, а потом еще и в жирные годы, так называемые, когда к власти пришел Путин, взял власть в свои руки, вот уже ее не отпускает, дай бог, 12 лет. И почему наша экономика не развивается, а стагнирует? Ведь были же либералы, был даже такой питерский кружок, я их называю, питерские мальчики. Если помните, есть определение чикагских мальчиков. Это были выходцы из чикагской школы бизнеса, которые поехали поднимать разрушенную альенда экономику Чили. И, в общем-то, сделали из нее конфетку. Так вот, питерские мальчики, это такой небольшой кружок, который руководился извне, из Лондона. В этот кружок входили, если мне не изменяет память, Мау, Чубайс, Кудрин, Кох, но не тот, который палочку Коха нашел, а Кох, который был великим приватизатором, и Лорионов, и, по-моему, Греф. Так вот, все эти люди до сих пор у руля, и удивляться тому, что экономика в России, то, что с ней случилось, и то, что с ней происходит, не стоит, особенно, если посмотреть на последние научные изыски этой замечательной группы великих российских экономистов, а именно программу 2020. Очень такая интересная программа. Чем-то она созвучна тому памфлету, который был выпущен в 2006 году господином Дерипаской. Памфлет, если мне не изменяет память, назывался «Утилизация России». Так вот, на мой взгляд, программа 2020 есть нечто иное. Впервые об этой программе заговорили аж в 2006 году. Тогда еще у руля мэр стоял оскароносец Греф, который с трудом переводил с английского на русский то, что ему присылали из Лондона, судя по орфографии. Программа тогда называлась «Удвояние ВВП». ВВП к 2008 году таки удвоился. Ну, если судить не строго, поскольку все-таки генетическая наука у нас в загоне всегда была. Удвоили мы ВВП, но случился небольшой неприятный кризис, который почему-то никто не мог предсказать. Достаточно вспомнить заявление Миллера, главы «Газпрому» в 2011 году о том, что капитализация «Газпрома» достигнет триллиона долларов. Сейчас она, по-моему, составляет чуть более 100 миллиардов. А господин Путин говорил о том, что эра дешевого газа закончена. Ну, Катар, Европа и США с «Асланцем Газом» показали господину Путину, что такое дешевый газ. Кстати, в Штатах газ снова падает. И сразу хотел бы попросить не звонить мне с вопросами, а что будет с российским рублем, поскольку, если вы спекулянт, торгуете сами, если вы же используете российский рубль для сбережения того, что у вас осталось, то достаточно посмотреть на тех людей, которые этот рубль девальвировали за 20 лет в 30 тысяч раз. Все те же самые люди сейчас находятся у экономического руля, поэтому все, что можно ждать от российского рубля, это дальнейшая девальвация. На этот вопрос, я надеюсь, ответил. Итак, давайте разберемся с этой замечательной программой 2020. Значит, эта программа подается нам как модернизация. Модернизация всего и вся, инновационная экономика, модернизация российской промышленности, перевод промышленности на инновационные рельсы и тому подобное. Строятся всякие потемкинские деревни вроде Сколково. Кстати, если вы съездите в Сколково, я говорю уже по-эстонски, чтобы вы все понимали, то увидите, что это абсолютно пустой город, какая-то непонятная там бизнес-школа вроде, какое-то здание стоит, учится там не очень много народу. Самое интересное, что дорога, которая была проложена в Сколково и стоила, если не ошибаюсь, 6 миллиардов долларов, уже развалилась. Ну, это, так сказать, суровый климат, не более чем. Так в чем заключается... Кто, во-первых, пишет программу модернизации 2020? Ну, программу модернизации 2020 пишут очень уважаемые люди. Очень большой коллектив. Коллектив возглавляет два человека. Это ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Кстати, если я не ошибаюсь, муж бывшего... Бывшего-бывшего директора, не хочется сказать, ЦРУ. Главы мэра на... Прошу прощения, у нас до 16-ти на Биулиной. И, разумеется, второй великий экономист российский, это ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау. Тот самый Мау, который на экономическом форуме в 2009 году в Красноярске, если я не ошибаюсь, сказал, что кризис для экономистов представляет собой интеллектуальный вызов. Хотя ваш покорный слуга еще в 2007 и 2008 году не только описал всю динамику кризиса, но и также популярно объяснил, примерно в какие месяцы начнется падение. А именно в июне, в июле 2008 года. Поэтому, как говорится, можете делать выводы сами. У кого есть интеллект, а у кого... Ну, а кто экономист? Я, к счастью, не обречен каким-либо формальным экономическим образованием. Так вот, в чем заключается, если всю эту концепцию сжать до буквально двух-трех листиков печатных, в чем же она заключается? Она заключается в полной деинструализации России. Если я не ошибаюсь, на 30-м съезде партии Сталин говорил, что у нас не было самолетов, теперь у нас есть самолет. Если у нас не было тракторов, то теперь у нас есть трактора. То результат этой программы можно будет сказать, что вы знаете, когда-то у нас была обрабатывающая промышленность, теперь ее нет. Когда-то у нас была переработка нефти, газа, теперь у нас ее нет. Нефть, бензин и дизель мы будем вывозить из-за рубежа. Когда-то у нас были высокие технологии, теперь их нет. У нас был ВПК, теперь его тоже нет. Если эта программа будет выполнена в полном объеме, как предполагают авторы. Вот такая интереснейшая такая программа. И парадокс заключается в том, что те люди, которые, в общем-то, причастны были и к развалу экономики СССР, и к так называемой шоковой терапии господина умерших либо плохо никак, либо никак, поэтому никак не скажу. Есть институт имени, и его имени даже глупоамериканцы приглашали его как-то в Ирак для оказания консультационных услуг по восстановлению иракской экономики. Правда, через три месяца отказались. Очень хорошо об этом человеке в последнее время написал один из членов как раз питерского кружка, господин Иларионов, написал целую серию статей по поводу того, для чего была нужна шоковая терапия, какие люди, какие группы, какие конкретные группы очень хорошо на этом нагрелись. Очень интересная статья, можете найти его блог, зайти на его блог, почитать. Разумеется, это вызвало бурю возмущения, бурю, просто бурю возмущения. Это даже была большая буря, страшная буря, чем если бы немецкий мальчик кинул снежком в еврейского дворника. Иларионов очень хорошо все это описал. И как это парадокс сейчас, все те же самые люди находятся сейчас в управлении, формировании политической, скажем так, экономической политики нашего правительства. Мы продолжим разговор о программе 2020 с нашим гостем, с экономистом Евгением Гантмахером после краткого выпуска новостей. И снова студия Степан Демура, программа «Парадокс». Телефон студии 6510996, код города Москвы 495. Также можете писать на сайт финам.фм. И у нас сейчас на линии известный экономист Евгений Гантмахер. Евгений, добрый день. Да, добрый день, Степан. Вы, наверное, слышали мою длинную тираду в первой части выпуска. Да нет, я только подключился. А, подключился. Ну, я прошелся по современным экономистам, и по Кузьмину, и по МАО, и по питерскому кружку экономистов, в том числе, включая Греф, и задался одним простым вопросом. Что же так сложилось, что же такого несчастного в России, что Китай и Россия были на расстоянии, скажем, километров в конце 80-х годов. Теперь мы тоже на расстоянии километров, только уже мы догоняем их. Вернее, даже уже никогда не догоним. И вот, что это за программа такая забавная 2020? Ну, 2020, я не участвовал в ее подготовке. Ой, я вас не обвиняю ни в чем, ни в коем случае. Да, 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 да. Нет, я просто хочу сказать, что вот все эти люди, которых вы назвали, экономисты, они же все-таки экономисты. И я помню, было обсуждение, где вспоминали те задачи, которые ставились перед, вот эти люди ставили перед собой, ну, тут же Гайдар, Греф, Чубайс, в конце 80-х еще, когда еще был Советский Союз. Ну, они же считали, что надо менять и экономику, и политическую систему. Только они взяли на себя ту часть, которая называется экономика. А та часть, которая называется политическая система, они как-то передоверили Борису Николаевичу, Ельцину и тех людей, кто с ним работал в этой части. И не так давно, ну, уже обсуждали этот же самый вопрос в этой же самой кампании, ну, за исключением, к сожалению, Гора Тимуровича. И там эти люди признали, что они свою задачу, ну, как они могли, как они хотели, может быть, не в полной степени, но пытались выполнить, а по политике полный провал. Поэтому, собственно говоря, и получается ситуация, когда не продвинулись вот по формированию демократических институтов, ну, настоящего федерализма, там, много чего. И в этих условиях экономика, конечно, тормозит, потому что одно связано с другим. Вот в чем вся проблема. И я давно стоял на этой позиции, почему я не участвовал в работе вот тех, кто писал 2020, потому что я как раз считал, считаю, что без политических реформ, никакие экономические реформы в России успешны. Они невозможны. Евгений, простите, я вас перебью, но разве не было политических реформ, разве у нас не было новой конституции, разве не разогнали парламент? Делай, что хочешь. Президент взял практически полные полномочия, мог делать все, что хотел, и что? Что еще нужно было экономистам? Ну, Степан, как раз вот то, что вы сказали, полные полномочия, которые взял на себя президент, вот в этом вся и засада. Я считаю, что, ну, я не могу говорить, что сейчас нужно конституцию менять, мы по ней живем и должны по ней жить, но в этой конституции, в нынешней, есть очень большая ловушка. Это, конечно, колоссальная совершенно полномочия президента, что, собственно говоря, мы видим сейчас в полном объеме. То есть любой практический человек, который становится президентом, у него есть колоссальный соблазн сделать все на себя. То есть нарушить, например, разделение властей. Вот сейчас мы смотрим на нашу Государственную Думу и на Совет Федерации, как они работают. Ну, это же какая самостоятельная власть? Да никакая. Никакая. Ну, так, посмотрите на наш суд, на нашу судебную систему, которая тоже должна быть независимой верхней власти. Тоже здесь, ну, скажем так, не все в порядке, мягко говоря. И вот поэтому как раз слово полные полномочия, я считаю, это неправильно. Вот эта конституция 1903 года, она была сделана под Бориса Николаевича тогда, под те, действительно, ну, трагические события, когда стреляли по парламенту. Я считаю, все-таки это была ошибка. Вот. И как бы мы вот находимся в этой ловушке. Ну, позвольте мне возразить, ведь по сравнению с нами в Китае там вообще жесткая тирания и кровавый диктатор сидит. Ну, послушайте, во-первых, в Китае кровавого диктатора, к счастью, уже нет. Ну, по сравнению с нами. Да. Но потом у Китая немножко другая траектория. А откуда она взялась, эта траектория? Ну, послушайте, Китай проходит сейчас, если говорить про экономику, на самом деле, ту ситуацию, которая была в Советском Союзе в 30-е, 50-е, может быть, 60-е годы. Потому что они никогда не были богатой страной. Ну, по крайней мере, в последние столетия. И они стартовали, вот, после Мао Цзэдуна, действительно, кровавого диктатора, они стартовали с очень низкого старта. И они действительно успешно в рамках вот этой парадигмы, которая у них есть политической, которая, конечно, не является демократической, они двигаются. Кстати, сейчас в Китае идут большие дискуссии по поводу того, что надо переходить, вообще-то, рано или поздно к той же самой демократии. Они сейчас уперлись. Поверьте мне, я там бываю в Китае, беседую с людьми. Они сейчас уперлись как раз вот в эту дилемму. Ну, как дальше проводить экономические реформы в условиях отсутствия демократии? Потому что у них, вот смотрите, у них... Возникает коррупция. Коррупция пошла очень сильно, их это очень беспокоит. Ну, она, к счастью, для них не сопоставима с тем, что у нас происходит, но она очень большая. Пошло очень большое социальное расслоение. Но, понимаете, надо все это не забывать, что в России сейчас ВВП на душу населения 14 тысяч долларов в год, а в Китае где-то в 3 раза меньше. И поэтому они переживают, и повторяю, в экономическом смысле, ту ситуацию, которую вот я бы сравнил это с Хрущевской утипой. Когда Хрущев, наверное, почувствовал чуть-чуть, ну, так, на полклетки своего мозга, что надо немножко отпустить, надо немножко чуть-чуть. Может быть, потому что эффективность капитала стала падать вдруг. Ну, потому что нужно было как-то людей чем-то тогда заинтересовать в то время, чтобы они работали не с подпалки, как это было часто при Сталине, а все-таки за какую-то идею. Ну, потом, естественно, мы с вами знаем, как это все кончилось. Вот, поэтому с Китаем мы не сопоставим. И я бы не стал сравнивать. Я бы все-таки стал нас сравнивать, нашу тарикторию с Восточной Европой, но с европейскими странами. Ну, если посмотреть, скажем, на ту же Польшу, вот приходится там иногда бывать, ну, вы извините, мы уже две абсолютно несравнимые страны. Не по уровню развития демократии, не по уровню жизни, не по уровню стоимости цен на товары. Вот пока у меня есть возможность, вот хотел бы вам задать вопрос. Почему все экономисты и наш Центробанк настолько зафиксирован, у него просто какая-то фиксация болезненная на инфляции? Ну, я вам объясню эту ситуацию. Дело в том, что мы же очень много говорим о том, что нам необходимы инвестиции. Нам же нужно модернизировать нашу экономику. Она же очень отсталая, хаичная, действительно, даже хуже польской, правильно сказать. А для этого нужны инвестиции. Прежде всего, между прочим, час. И в условиях той инфляции, которая у нас есть, даже той, которая 6-7%, инвестиции, как правило, не идут. У нас инфляция-то выше, конечно, чем 6-7%. Ну, инфляция-то у нас, по идее, выше, чем 6-7%. Ну, это отдельный вопрос, типа, как считать. Для разных групп населения она разная. Вы правы в том, что, допустим, для людей бедных она выше. Это давно известный факт. Но та средняя инфляция, которую у нас там официально пишут, 6-7%, она недостаточна. Для того, чтобы вкладывать какие-то деньги в более немедлительные проекты. У нас еще много других обстоятельств, которые этому не благоприятны. Вы сами прекрасно понимаете. Но инфляция-то очень важный фактор. Потому что в тех же вот странах европейских, в той же Польше, инфляция там порядка 1-2% в год. Максимально. Если она выше этого, это уже тревога по всей экономике. Это уже явный признак кризиса. Тем более, что, кстати, в кризисные моменты у инфляции даже подходят на его отметке и происходит, наоборот, снижение уровня. Поэтому я с вами согласен в том, что это не самая главная инфляция. То, что сейчас стоит в повестке дня нашей политики экономической. Но это очень важный момент. И Центробанк, он делает ровно то, что он может делать. Центробанк не может регулировать экономическое развитие. Но финансовые вопросы, это все-таки за ним. А вот я у профессора Мао такую цитату выкопал по поводу развития промышленности и промышленной базы России. Вот он говорил буквально следующее, что товары для бедных слоев населения производят в бедных странах, а товары для богатых в богатых странах. Россия не относится ни к первым, ни ко вторым. И поэтому низшие слои населения покупают товары из Азии, а богатые из Европы, Северной Америки. Тем самым размывается конкурентная ниша России на глобальном рынке товаров. У нас что, вообще промышленности не останется, если следовать концепции 2020? Нет, ну, концепции 2020, стратегии 2020... Стратегии будем называть, да? Да, стратегии. Нет, документ называется стратегия. Нет, там как раз есть небольшие фрагменты, посвященные тому, что называется новой индустриализацией. Там нет такого темы. Но фактически речь идет об этом. Поэтому... А что значит новая индустриализация, если не секрет? И это поиск той ниши в мировой экономике, которую должна занять Россия, чтобы стать современной страной. Не секрет, что все, что... Ну, всю номенклатуру товаров Россия никогда производить уже не сможет. Ни одна страна в мире уже... За защищением Китая, пожалуй. Да, в том числе и Китай. Китай, конечно, очень большой экспортер, но он тоже кое-что покупает. Поэтому для такой страны, как и Россия, сейчас вот это, может быть, основной вопрос, если говорить об экономической и промышленной политике. Где мы можем быть конкурентоспособны на мировых рынках? Ну, я... Про нефтгаз это абсолютно очевидно. Только я считаю, что это не добыча нефтегаза. В втором виде экспорт этого туда за границу. Это нефтегазы. А вот вам противоречит Евсей Гурвич. Он говорит следующее. Сейчас я просто считаю. Что суммарная экспортная цена нефтепродуктов, получаемых в России из тонны нефти, устойчива ниже, чем экспортная цена этой нефти. В результате нефтепереработка приносит нам ежегодный убыток в размере 3% ВВП. Если отрасль ликвидировать, можно сэкономить порядка 1,3 триллиона рублей в год. Ее нужно убрать. Нет, нет. Евсей Томович имеет в виду ту нефтепереработку, которая есть сейчас. Она очень отстала. Она не конкурентно способна. Я говорил про инвестиции. Мы с вами говорили. Если туда придут инвестиции, кстати, по этому поводу еще пару лет назад Инсор подготовил очень большое исследование. И оно есть в правительстве. В администрации президента как раз по современной нефтегазохимии там есть подробный расчет. Нефтегазохимия выгодна на самом деле. Да, очень выгодна. Особенно в России. Современной. Конечно, конечно. Именно как экспортный отрасль. А почему ее не дают развивать в России? Я просто знаю одного человека. Это крестный моей младшей дочери, который чуть в тюрьму не сел за то, что пытался привлечь 12 миллиардов долларов инвестиций в строительство нефтехимического комплекса на переработку 17 миллионов тонн горючки в год. Да я вам объясню, потому что у нас монополизированная экономика. Те компании, и, к сожалению, государственные компании, которые контролируют добычу и экспорт нефтегаза, они же не заинтересованы в том, чтобы были какие-то конкуренты, которые перерабатывают этот нефтегаз и экспортируют продукты более высокого качества. И в лучшем случае эти наши монополисты сами у себя делают вот эти нефтегазоперерабатывающие предприятия низкой эффективности, но не допускают на этот рынок вообще никаких конкурентов. Газо-нефтесфера это сфера неприкасаема для каких-то внешних инвесторов. Понятно. Это только если будет какое-то высочайшее соизволение и прочее. И вторая ниша, кстати, которая недавно вдруг тут стали говорить в правительстве, но об этом давно известно сельское хозяйство. Я считаю, что высокоэффективное сельское хозяйство, точнее, промышленный комплекс с переработкой того, что у нас произведено, это наш второй колоссальный козырь в мировом штате. Но здесь мы вступили в ВТО недавно. Так вот, это очень позитивно. Понимаете, парадокс заключается в чем? Что если мы наше сельское хозяйство оставим в том виде, в котором сейчас, то ВТО, конечно, несет им очень сильный ущерб. Это правда. Но вступление в ВТО это хороший повод для того, чтобы наконец там заняться рекордом, привлечь туда инвестиции, создать там условия для того, чтобы это все было немножко по-другому. Это вызов. Да, ВТО в этом смысле вызов. А что, люди думали, что вступление в ВТО это, знаете, глючик с голубой каемочкой, на котором там будут что-то приносить? У меня несколько иная точка зрения. Спасибо огромное, спасибо огромное за ваше время, время, Евгений, к сожалению, время нашей, нашего этого эфира подходит к концу. Еще раз вам огромное спасибо. Что ж, снова Степан Димуров в эфире в программе «Парадокс». Предлагаю обсудить услышанное и наше обсуждение и дискуссию с господином гаундмахерам в том смысле, что что-то не удалось политически. Я считаю, что у нас есть первый звонящий Андрей. Сейчас мы узнаем его мнение. Да, Андрей? Алло, добрый день. Добрый день, вы эфиры. Андрей, Москва. Вот меня умиляет рассуждение о том, что, значит, Китай сейчас находится на уровне там Советского Союза 30-х, 50-х годов. Так в России произошла деиндустриализация в течение 90-х, 2000-х годов. Нам фактически надо сначала все начинать. Ведь у нас на пике как бы могущества Советского Союза если я не ошибаюсь 20-25% промышленного производства в мире мирового было. А сейчас 2%. Так о какой индустриализации речь идет? Имелось, наверное, я выступлю в защиту гостей, наверное, имелось в виду то, что Китай переживает индустриализацию. А у нас деиндустриализация по принципу Дерипаски его манифеста. Но ведь и после индустриализации Китая тоже вы посмотрите какие они строят дороги, вы посмотрите на их технологические уже достижения там и в микроэлектронике и в каких угодно постиндустриальных оборотах. Да, достаточно взять их скоростные поезда. Ну вот, конечно, вот сейчас открыли как раз там 2,5 тысячи километров длиной. Такого в мире нигде нет. Как он может сравнивать несравнимые вещи? Причем там, опять же, там кровавый коммунистический режим. Демократия там нет. Разумеется, и все вот это вот талдычит про иностранные инвестиции. Не пойдут в Россию иностранные инвестиции. Никогда. Разница на самом деле между Китаем и Россией была одна. Из России все уводилось, в Китае было железное правило. Все, что зарабатывается в Китае, остается в Китае. Разумеется. И у них есть еще одно железное правило, что Китай должен сам себя всем обеспечивать. Точно такое же правило, как и было в свое время в Советском Союзе. То есть автархия такого своего рода в современном виде. Поэтому я думаю, что политика здесь... Это уже 20 лет мы слушаем и все это самое, все катимся глубже и глубже. И все нам талдычит вот это вот про иностранные инвестиции, которые как не было, так и нет. Ну, понимаете, иностранные инвестиции это же святое. Если вы не скажете... Но при этом, да. А при этом у нас Центробанк, это не Центробанк, это меняльная лавка какая-то. Обменный пункт, обменный пункт. У нас нет независимого Центробанка. Это обменный пункт. Конечно, нет. Это уже... Такие эксперты, они, конечно, они только сбивают. Вообще смешно их даже слушать. Надо, конечно, приглашать экспертов более зрелых. Надо приглашать экспертов уровня Глазьева хотя бы, чтобы нам объясняли, как реально выглядит... Ну, давайте не будем сравнивать в эфире экспертов. Я вам могу тоже много чего рассказать про Глазьева. Ну, конечно. Давайте не будем заниматься... Да, я согласен. Это не совсем корректно. Да, это не совсем корректно. В эфире, когда людей нет. Да, я думаю, что моя позиция вам не слышит. Да, ваша позиция услышана. Так вот, продолжаем нашу замечательную тему. А что, собственно говоря, будет дальше? Ну, дальше будет... Все очень будет дальше плохо, если... Когда перед выборами Путина я очень четко и ясно говорил, что страна не выдержит еще одного срока Путина. Почему? Потому что уровень, уровень коррупции и уровень потери управления властью достиг, на мой взгляд, уже... Пройдена некоторая точка возврата, точка невозврата пройдена. Система начинает пожирать сама себя. Еще раз, все вот эти рассуждения политологов о том, какая из групп свалила Сердюкова и кто с кем борется. Это не какая-то из групп свалилась Сердюкова. Это группы начали понимать, что пирожок становится меньше, а кушать хочется больше. И 20 триллионов распилить на 6 лет. Ребята, это очень большие деньги. Ну, что ж, ладно. Так вот, на грустной ноте мы будем продолжать обсуждать концепцию, вернее, концепцию, план 2020. Ну, помимо того, конечно, кто его готовил, можно зачитать очень много интересных тут цитат. На самом деле, все сводится к одному. Вот, например, что предлагает тот же Евсей Гурвич. Еще один эксперт. Это, кстати, экономический эксперт группы ЭГГ при правительстве РФ Евсей Гурвич. Ну, возникает вопрос, когда он сказал, что это может сэкономить 3% ОВП, возникает вопрос, а, собственно говоря, куда деть-то 120 тысяч человек, которые заняты на НПЗ и в переработке нефти. А у экономических экспертов, которые готовили доклад или программу 2020, есть гениальный ответ. Сейчас гениальность вы от этого ответа сейчас оцените. Оказывается, оказывается, если взять 10% от потерь, то есть всего лишь 3% ОВП, если мы будем заниматься переработкой, мы теряем 3% ОВП, а если взять всего лишь 10% потерь, то есть 3 десятка ОВП, но арифметика простая, и выплачивать уволенным людям, это я зачитываю по тексту, в качестве пособий средний экс-нефтеперерабщик будет получать порядка 90 тысяч рублей в месяц, а это вдвое, заметим, вдвое больше, чем средняя заработная плата по отрасли сегодня. Вы представляете, какова глубина экономической мысли этих экономистов, этих экспертов? Ну, это, наверное, это претендует на Нобелевскую премию, как, впрочем, и некоторые экономические отношения в Храме Христа Спасителя, как там было взаимное дарение по заранее обговоренной цене новый вид денежных отношений, это Нобелевка, Евсей Гурвич точно тянет, тянет на Нобелевку, это же фантастика. Что еще предлагается? Команда профессора Мау предлагает отменить экспортные пошлины на нефть, чтобы внутренние цены на нефть и нефтепродукты быстро сравнялись с мировыми. Таким образом будут созданы все условия, чтобы избыточная энергоемкая российская промышленность обманкротилась и расчистила поляну для пришествия описанного выше дракона 2020. Ведь не забудем, мы же нигде не конкурентоспособны, дешевые товары выпускают в дешевых странах, дорогие товары выпускают в дорогих странах, мы ничего не должны выпускать, поскольку мы не дешевая и недорогая страна. Поляна расчищена, она уже сейчас расчищена и вступление в ВТО как раз и добивает все эти предприятия, которые еще остались на плаву, потому что если вы подумаете о том, что произошло в 1998 году и почему был такой быстрый выход из этого кризиса 1998 года, а ответ парадоксально простой, еще оставалась советская промышленность, представьте себе, и она хоть как-то, хоть как-то могла обеспечить хоть какое-то импортозамещение, теперь от советской промышленности уже ничего не осталось, за исключением цехов, которые используются под лофты, теперь такая понтовая фишка есть, жить в лофте, не то, что там было кожевенное предприятие и воняет так, что находиться нельзя, но зато мы в лофте. Импортозамещение в принципе невозможно. Что-то звонков мы не слышим, тема должна быть горячей, опять же, мы работаем в прямом эфире, как обычно, номер студии 651099,6, код города 495, можете писать на сайт Финам-ФМ, но мы будем предаваться дальше садомазохизмом. Тут было еще в этой концепции очень интересная вещь, к чему же вообще тогда сводится, сведется структура, структура российской экономики, если эта концепция будет превращена в жизнь. концепция экономики сведется к очень такой интересной штуковине. Будет маленькая головка, у нас программа с 16+, поэтому головка имеет в виду голову, как у человека, которая будет называться 4G, iPhone, iPhone, iPont, как хотите, немножко и наградов, которые будут выпускать какую-то продукцию для Запада, программки писать, например, для тех же iPhone, iPhone. Всякая это будет такая постиндустриальная фигня, вроде систем связи и обеспечивающей инфраструктуры. Будет мощнейшая шея у этого дракона, это будет сырьевой комплекс. Вот здесь я бы с авторами поспорил, поскольку везде в мире нужно создавать добавленную стоимость и просто тупой экспорт или экспорт газа или экспорт нефти это самое тупое расходование ресурсов, которое возможно. Вот у нас на линии Григорий. Да, Григорий. Алло, добрый день, Григорий из Москвы. Хотел высказаться по поводу вашего вопроса, который вы сказали, ну и по поводу так называемого передела остатков перерабатывающей промышленности, перепрофилирования на полный импорт, и по поводу фактора политического, который не позволил нашим великим экономистам вывести нашу страну на райские высоты. Вы знаете, когда экономист, с которым вы разговаривали, сказал эту мысль, у меня какое-то такое воспоминание жуткое всплыло. Я не знаю просто вашего возраста, но... Семь, пять. А, так мы с вами из одной обоймы как раз. Вы помните великое высказывание помощников Леонида Ильича на вопрос, а почему он до сих пор не при коммунизме, а когда он таким трагичным лицом сказал, мы не учли человеческий фактор. Никто не понял, что значит мы не учли человеческий фактор. То есть народ оказался таким быдлом, который не способен коммунизму, но тогда почему этим народом никто не занимался, это раз. А второе, если вы не учитывали этот фактор, какой вы имеете право вообще руководить страной и куда-то их везти. Вам не кажется, что выражение вот мы в экономике сделали все, но мы не учли то, что в политике не получится, пахнет тем же самым? По-моему, надо реформы рассчитывать прежде всего исходя из той политической системы, которая в данном я вам объясню другую вещь. Я вам отвечу следующим образом. Понимаете, когда вы делаете что-то, нужен системный подход. Совершенно верно. К сожалению, современное экономическое образование таковым не является, системного подхода вам не дает. инженерное образование либо физическое образование либо математическое образование вас учат думать. У вас появляется системный подход. А это экономисты, системного подхода нет, причем экономисты, которые где-то как-то учились, причем это экономисты из советской экономической школы, которые потом начитали западных журнальщиков и газеток и вот сделали то, что сделали. Причем даже это не они делали, им говорили, что делать. Им говорили, что делать. И вот как раз господин Иларионов очень хорошую серию статей написал про Гайдара, за что его практически сейчас считают немецким мальчиком, бросившим снежок в еврейского дворника. У нас на линии Николай, да, Николай? Алло? Алло? Да, Николай, я вас слушаю. Степан, здравствуйте. Хотел бы маленькую ремарку в начале. Значит, вот вы как бы удивляетесь, что мало звонков в эфире, но по-моему вы тут пошли слишком в высокие такие сферы, которые большому, большой аудитории мало, может быть, даже и понятны, и может быть, даже неинтересны. Вы хотите сказать, что людям неинтересно, почему они так хреново живут? Они не хотят понять, почему они так плохо живут? Ну, к сожалению, у нас осталось несколько секунд до перерыва на новости. Сергей, повисите на линии, надеюсь, что поговорим с вами после новостей. Ну, что ж, в эфире Финам. 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 Программа Парадокс. С вами ведущий Степан Демура. Телефон студии 6510996, код города 495, сайт Афинам. ФМ. Говорим мы о замечательной концепции развития России 2020. Вернее, о том, что выполнение этой концепции приведет просто к уничтожению России как индустриальной державы. Хотя, это уже, на мой взгляд, произошло. Ведь, если отбросить все это лукавство и все те фулианты, написанные 21 группы экспертов, которые трудились в поте лица над этой концепцией, все сводится к одному. Сводится к демонтажу социального государства, то есть, все, кто строил Советский Союз и все те, кому он принадлежал, то есть, пенсионеры теперь уже, они никому не нужны, они должны сами умереть и чем быстрее они умрут, тем лучше. А вторая идея, это полное деиндустриализация страны, то есть, в стране должна остаться труба газовая, должна остаться газовое месторождение, должна остаться нефтяное месторождение, должна остаться нефтяная труба. Как ни парадоксально, все это напоминает высказывание некой железной леди, госпожи Тэтчер, которую она говорила, по-моему, в, дай бог мне памяти не ошибиться, в 83, или 84 году, что в Советском Союзе должно жить 15 миллионов человек. Когда ее корреспонденты спросили, не ослышалась ли она, не оговорилась ли она, она сказала, нет, нет, 15 миллионов как раз хватит для обслуживания нефтяной и газовой отрасли. Вот к чему ведет вся эта концепция. Люди, которые писали, это те же самые люди, которые нам устраивали и шоковую терапию, и все остальные интересные терапии, они до сих пор находятся у власти, возьмем того же Чубайса, по-моему, в 97 году он получил министра финансов года, в 98 был дефолт, потом ему дали энергоэнергетику, он нам обещал сокращение тарифов в два раза, и привлечение иностранных инвестиций для модернизации мощностей, конечно, ничего этого не произошло, тарифы выросли в несколько раз, никаких инвестиций в отрасль не пришло, господин Кох сейчас тоже начинает всплывать на горизонте, ну, у Чубайса, у, простите, у Гайдара замечательная дочь, институт названный его именем, институт, по-моему, переходного периода, вручаются всякие разные премии, так вот весело и живем, у нас есть два звонка, Олег, вы первый на линии. Алло, добрый день, Степан Геннадьевич, рад, что вы в нашем эфире, спасибо вам огромное за ваше просвещение, за то, что вы делаете, это большое дело на самом деле. Степан Геннадьевич, такой вопрос, вот, по итогам первой передачи речь шла о борьбе с коррупцией, да, то есть, ну, это проблема насущная, к сожалению, пока что не видно выхода из нее, все-таки, вот, с учетом того, что при, ну, определенных мерах достаточно жестких этот вопрос будет решен, а как вот вы лично видите план выхода из той ситуации кризисной, да, то есть, речь идет о промышленности, о экономике в целом, вы знаете, план, да, то есть, это снижение налоговых каких-то ставок, то есть, ну, просто ваше видение очень интересно. Вы знаете, наверное, вы недооцениваете ту тяжесть ситуации, в которой находится общество в целом и страна, и экономика, и выходить, выходить из такой ситуации есть только два выхода, это либо индустриализация, новая, новая индустриализация, жесткая новая индустриализация, либо это неонацизм, понимаете, это индустриализация по немецкому сценарию, а другого выхода нет, нас просто не станет, и кто этого не понимает, тот просто на самом деле закрывает глаза на ту степень, что ли, деградации общества, которая существует, хотелось бы обойтись меньшей кровью, но меньше кровью, к сожалению, в этот раз, наверное, обойтись уже будет невозможно, а коррупция, поймите одну простую вещь, коррупция, это не политический феномен, это экономическая данность, коррупция будет всегда, просто коррупция всегда будет зависеть от уровня дохода чиновников, и уровня тех вопросов, которые они решают, чем выше, чем, ну вы поняли, о чем я говорю, ну да, ну и уровень контроля важен, то есть, если все позволяет, как сейчас, то, ну извините, то есть, нужно, извините, тогда нужна выборность, нужно менять конституцию, нужно разгонять к чертой матери эту Госдуму непонятную, которая партия Дина России набирает 23-24% на голосов, ей приписывают 49, причем это можно показать статистической выборкой, здесь даже говорить не о чем, берете статистику, показывает. Я выбираю, а как же будет по-другому, то есть, закономерно, это вдруг. Ну, слушайте, когда вам результаты выборов огласили, вы что сделали? Вы же ничего не сделали, как, впрочем, и я. Так что, имеем то, что имеем. Согласны? Согласны? Они к этому пришли отчасти. Да. Вот у нас, да, у нас второй звонящий, Ольга. Вы меня еще не забыли со вчерашнего дня? Ой, такой голос не забывайте. Знаете, все-таки к вопросу о личности в истории, как было у нас с вами вчера, вы, не правы, нельзя переоценивать роль личности в истории в зависимости от того, какая личность руководит по стране и происходит. Нет. Не согласен. Я старше. Хорошо. Я могу вас переубедить, но это будет очень долго. А позвольте, я приведу простой пример. Вы можете сделать этот пример на кухне. Возьмите немножко алюминиевой пудры и растительного масла. Возьмите чугунную сковородку, налейте примерно процент, ну, миллиметров пять масла и засыпьте туда пудрой, перемешайте. Начинайте греть сковородку. В определенный момент, в определенный момент, вот эта гладкая картинка у вас рассыпется на такие ячейки. Эти ячейки называются тепловыми ячейками бинара. Это говорю о том, что если система готова к фазовому переходу, любая личность сможет этот переход осуществить, любое возмущение осуществит этот переход. Если система не готова, значит, нужно ждать, когда эта система станет готова. Личность в истории равна нулю, на мой взгляд. Это ваш взгляд. Вы знаете, что касается всех притязаний на научные изыски, я, вы говорите, просто я действительно дольше наблюдаю за нашим обществом, чем вы, на изрядный кусок времени. У нас наличие профессионализма не критерий занятия какой-то должности, и совершенно не критерий научных степеней. они у нас даются тому, кому нравится. Да, это так. Вы прекрасно это знаете. Я очень хорошо помню дивную, совершенно красивую женщину, которая у нас была министром культуры, когда она им уже была, вдруг вспомнили, что, оказывается, у нее текстильное образование. Ну, такое бывает. Она хорошая четко была, славная, компанейская, ну, вот сделалась она министром, а потом, вай-вай-вай-вай. Хороший организатор. Нет, там просто были хорошие люди. Вокруг действительно достойные порядочные. А что касается России с Сахой, в моем маленьком городе Либерце, который все очень любят обкакивать, находятся руины так называемого завода фельхозмашиностроения имени Угтонского. До революции это был завод Тонуса Пурде, завод тепловых машин, крупнейший в Европе на 1911 год. У нас просто жители, которые появляются в городе несколько позже, они не могут понять, что там какие-то боковые ветки железные. Да, это выходили тепловозы. Естественно, гражданам, которые пришли все сломать и разобрать, эти тепловозы были нафиг не нужны. А вы знаете, что в 2014 году был установлен рекорд строительства железных дорог в России? 11 тысяч километров. Даже большевики не смогли его побить. Нет, побить невозможно. Должна быть национальная идея, а сейчас ее как таковой нету. И, к сожалению, русские склонны к покорности. 200 лет у нас было? Было. Платили, платили. Про покорность я бы с вами согласился. Ольга, просто спасибо вам огромный звонок. У нас много звонящих. Абдул у нас на связи. Абдул, добрый день. Алло, алло. Да, алло. Да. Алло, слышно, да, меня? Да, слышно. Степан Геннадьевич, я просто хотел уточнить один момент. Вы вот сказали, что выход из нынешней экономической ситуации, один из них, это неонацизм. Я хотел бы, чтобы вы вот уточнили. Национал-социализм. Я коротко скажу только свое мнение. Если, надеюсь, вещь не идет о том, чтобы проповедовать там исключительно с какой-то нацией над другими, а просто о жесткой защите экономических интересов России. Страны. Страны. Да. Понимаете, ведь суть должна быть следующая, что с молоком матери должно всасываться следующее, что это говорил Кеннеди. Спроси не то, что страна может дать мне, а то, что я могу дать стране. Это должно всасываться с молоком матери. Значит, вы это имели в виду под национал-социализм для страны? Надежда. Да, здравствуйте. Степан Геннадьевич, а у меня еще вот какой вопрос. Все-таки наша индустриализация, мне кажется, да как во всем мире, в общем-то, сильно мешает Китае. Так или иначе. Не мешает. А? Не мешает. Не мешает, вы думаете? Нет. Ну, ведь это не только у нас, как бы, ну, у нас плюс еще вот наши все эти революции нам помешали, конечно. Я имею в виду, что ведь, вот, например, скажите, давно ли вы могли купить себе португальскую обувь? В зависимости от стоимости. Португальскую обувь, понимаете? Понимаете, вы можете купить китайскую обувь, которая сделана якобы, любая португальская обувь сделана китайская, но она и стоит столько же. Да, я понимаю, но дело в том, что в Португалии тоже были люди, которые умели шить эту обувь, умели шить там эти сумки, да, вот они этим занимались, они все потеряли работу. Правильно? Да, да. То есть, вот это какая-то все-таки еще к нашей, я говорю, к нашим проблемам. А для этого, для этого было и создано ВТО. Значит, из него нужно выходить. Ну, это не поможет, мне кажется. Поможет? Мы не были в ВТО все это время, а однако же китайские товары заполонили все, и наша легкая промышленность умерла, благодаря этому тоже. У нас была другая политическая власть, правда? Она может быстро закончиться. Ну, дело в том, что вот, например, та же самая легкая промышленность, или даже уже и тяжелая, она уже, не только у нас, но во всем мире гибнет. Да? Вот как с этим, как вот другие страны с этим борются? Я вот не пойму. Вот Англия, она что? А в Англии нет промышленности. Там большая часть ВВП, это банки. Да, вот что, они так и собираются вот всю жизнь быть вот этим финансовым центром, и им этого достаточно? Получается, что да. Но там же есть люди, которые были шахтерами и рыбаками. Теперь они безработные. Теперь они безработные, Надежда. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Спасибо всем звонящим. Я думаю, что обсудили интересную тему. До завтра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...